Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, в сегодняшнем обзоре я покажу вам 5 дорогих монет СССР. Открывает наш обзор 1 копейка 1924 года. Друзья, у данной монеты есть одна отличительная особенность, которая на первый взгляд кажется совершенно обычной. На этой монете вытянутые буквы СССР. Это довольно редкий экземпляр, цена за который достигает до 200 тысяч рублей на аукционе. Перед вами 3 копейки 1940 года. Главная особенность этой монеты состоит в том, что между колосьями у нее расположена плоская и маленькая звезда. Естественно, если монета долгое время пролежала в земле и подверглась коррозии, за нее много урвать не получится. Однако, на самом деле, если же она довольно хорошего качества, стоимость такой монеты составит около 250 тысяч рублей. На ваших экранах 10 копейк 1944. Как можно увидеть, на обратной стороне многих монет СССР, в самом низу колосьев, есть солнце. Особенность этой монеты заключается в том, что из этого самого солнца исходит 16 лучей. Среди коллекционеров стоимость одного экземпляра такой монеты варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. 15 копеек 1980 года. Здесь особенность заключается в том, что колосья данной монеты заметно удлиненные. Из них выходят отдельные пучки, из-за чего монета получила свое общепринятое прозвище – волосатая. Обычно экземпляры СССР 80-го года можно найти только в наборах, но эта монетка может лежать на полочке у кого угодно. Посмотрите, а вдруг и у вас тоже. Стоимость этой монеты от 30 до 65 тысяч рублей. Друзья, в отличие от предыдущей волосатой монеты, колосья в этом пятачке не длинные. Наоборот, она ценится среди коллекционеров именно потому, что колосья на обратной стороне этого пятака довольно короткие. За одну монету можно будет выручить до 30 тысяч рублей, в зависимости от сохранности. В сегодняшнем обзоре, друзья, я покажу вам 5 монет СССР, которые очень сильно пользуются спросом у коллекционеров-нумизматов. Среди советских монет немало ценных годов и разновидностей. Досмотрев этот обзор до конца, друзья, вы будете уже понимать, на что следует обращать внимание. А я вам постараюсь подсказать, сколько эта монета стоит и почему. Ну, давайте поподробнее. За долгую советскую чеканку разменных монет для обращения регулярного чекана. На деле встречается немало ценных и дорогих экземпляров, которые покупают коллекционеры-нумизматов, собирают их и тоже ищут. А что же искать? Какие монеты представляют интерес? Некоторые монеты СССР редки и не факт, что их можно сразу найти в копилке, но шанс всегда сохраняется. Поэтому нужно знать, как они выглядят и сколько стоят сегодня. Открывает наш обзор монета номиналом 3 копейки 1952 года. Посмотрите внимательно, что может быть тут особенного в этой монете. Действительно, ничего. Регулярный чекан, обычное состояние, тип рядовый. Такая монета не представляет ценности, если только она не вот такая. Заметили разницу между двумя трешками 1952 года? Нет? Тогда давайте расскажу вам, в чем отличие. Акцент нужно сделать на аверсе, а точнее на звезде, над земным шаром. В первом случае звезда граненая, а вот во втором плоская. Более того, ленты, связывающие колосья, также плоские. О чем нам это говорит? Перед нами монета перепутка. По аверсу использовался штемпель аверса от 20 копеечника образца 1950. Это значит, что 20 копеек и 3 копейки совпадают по размеру. И при производстве могли чеканить трешки штемпелем аверса 20 копеек. На первый взгляд, разницы никакой. Но, как обычно, внимательные коллекционеры замечают отличия по звезде и лентам. В итоге, если первых монет может быть в копилке около 1000 штук, то вторая монета хорошо, если выпадет одна. Вот и следует задуматься. Монета редкая и ценная. И сколько же она стоит сегодня, в 2022 году? Друзья, перед вами скриншот. Обратите внимание, это была продажа 3 копеек 1952 года с редким аверсом на аукционе. Монета продана за 55 тысяч рублей. Вот и подумайте, следует ли искать. Перед вами рядовая советская монета 20 копеек 1986 года. Сколько таких экземпляров было от чеканина? Миллионы штук. Ничего ценного в этой монете нет, если только она не отличается цветом. Многие зададутся вопросом, что это? Почему 20 копеек какие-то не такие? Ответ на самом деле очень прост. И лежит на поверхности, как и в первом случае. Это ошибки на монетном дворе, которые случаются и у 20 копеек. Так уж сложились эти ошибки, связанные с монетой номиналом 3 копейки. Помните, что 20 копеек чеканились из медно-никелевого сплава, белого цвета, а 3 копейки из латунь, желтый оттенок цвета. Вот и получилось, что заготовки от 3 копеек попали под чеканку 20 копеек. В итоге вышла такая уникальная монета на свет. Она действительно встречается очень редко. И она довольно редкая. На открытом аукционе такая монета была продана за 68 тысяч рублей. Что довольно много для такой ценной перепутки. Но состояние и спрос в данном случае сыграло положительную роль в оценке монеты. На ваших экранах снова 3 копейки. Многие скажут, сколько можно показывать трешки. Друзья, только теперь это 1934 год. СССР. Думаете, нужно смотреть на звезду? Опять плоская или граненая? Нет, все немного сложнее в этот раз. Сначала мы с вами видим простую рядовую монету. А теперь редкая советская монета трехкопеечного номинала. Наверное, сразу же бросается в глаза, что Аверс у монеты отличается. В первом случае у нас есть буквы СССР. А во втором случае букв нет. Стоит черта. Почему? Да все по известной и привычной причине. Опять перепутали штемпель Аверса от 20 копеек 1930-х. На крупном номинале стоит черта вместо букв, а на мелком были буквы. И это отличие очень сильно сказалось на цене. И довольно хорошо. Монету купили за 59 тысяч рублей. Это невероятно красивая монета 20 копеек 1931 года. В штемпельном блеске такой экземпляр представляет ценность, но не такую, как если бы монета 1931 года была изготовлена старым штемплем. Многие из вас, конечно же, слышали, что с 1931 года страна Советов перешла на чеканку мельхиоровых монет вместо серебряных. Уважаемые зрители, До этого с 1924 по 1931 включительно советские монеты номиналом 20 копеек чеканились строго из серебра 500-й проб. Более того, с прошлым Аверсом РСФСР такие монеты выпускались с 1921-го. Такой драгоценный металл, как серебро, стране нужно для промышленности. А монеты можно чеканить из меди и никеля, что по цвету не дает никаких отличий, а экономит металл стране. В итоге так и сделали. С 1931 года часть старых монет, особенно 20 копеек, все же успели изготовить и в этом случае. Эта небольшая партия пошла в оборот. Известно, что часть тиража могли и уничтожить, но, скорее всего, монет просто очень мало сохранилось до нашей дни. Часть переплавляли прямо в то время, для оплаты товаров в торг синие. 500-я проба вполне хорошо отделяется от меди и превращается в лом серебра. Такое раньше практиковали. В итоге, за удивительную и редкую монету 1931 года, которая может быть с молотобойцем, а может быть и старого типа из серебра, коллекционеры-нумизматы готовы платить по 150 тысяч рублей в среднем. Данный экземпляр был продан на аукционе за 156 тысяч рублей. И снова серебряный 20 копеек. Только теперь 1925 года. Это второй год чеканки подобных монет. Что с ними было не так, спросит каждый зритель. Опять не тот год или аверс. На самом деле, есть отличия по штемпелю. Снова в дело вступают 3 копейки. Перед вами две монеты 1925-го. Серебро, 500-й проб. В чем же отличие? Смотрим на аверс, где видим разные буквы СССР. Их отличие в том, что у рядовой монеты они вытянутые, а у редкой округлые. Последние чеканили на трех копеечниках, как и на других мелких номиналах. Небольшая деталь говорит нам о том, что использовался другой инструмент. А вместе с тем, редкость монеты выше, и притом значительно выше, чем у другой монеты. Поэтому коллекционеры их покупают и платят большие деньги. На аукционе эта монета 20 копеек 1925-го года была продана за 49 тысяч рублей. Друзья, вы посмотрели подборку из пяти монет СССР, которые можно найти в старых копилках. Но это будет непросто. Как видите, цена монет высока. А значит, не только мы с вами их ищем. Но проверяй уже сейчас. Если вы найдете такие монеты, то теперь знайте, сколько стоят такие советские монеты в 2022 году. Информация взята с Яндекс.Канала Кенчанел ТВ. Друзья, это очень интересный и познавательный канал. Советую вам посетить его. Ссылку на канал я поставлю под этим видео в описании. Друзья, если вам понравился этот обзор, и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенют. Всего доброго, друзья.